Люди привыкли работать в режиме онлайн и теперь трудно вернуться к старому оффлайну. Как малый бизнес возвращает клиентов и привлекает новых? Мы решили поинтересоваться у экспертов. Моя стратегия в том, что я стараюсь соответствовать каким-то новым требованиям, новым вызовам, менять ассортимент, подстраивать. Слава Богу, в голове очень много рецептов и возможностей, что сделать. Поэтому все, что люди спрашивают, я говорю, мы все делаем. Мы это тоже делаем и это мы тоже делаем. Даже если мы раньше этого не практиковали. Про правила карантина никто не забывает. Одна из причин, почему людей в заведениях стало меньше, это карантинные запреты. Во-первых, потому что мы в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения сокращаем количество людей в командах, то есть не более четырех человек за столиком. Во-вторых, столики тоже должны быть расположены не менее полутора метров друг от друга. То есть это, естественно, накладывает ограничения на общее количество команд. По словам владельца кондитерской, самое обидное в попытках вернуть клиентов – это то, что постояльцы перешли в соседние заведения, которые работали во время карантина и не собирались закрываться. Действительно, людей стало гораздо меньше. То есть кассы сейчас у нас в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиентов стало меньше. Мы находимся в жилом комплексе, поэтому рассчитаны не на туристов, и рассчитаны на тех людей, которые любят нашу продукцию, знают и ходят к нам постоянно. И вот именно эти люди стали ходить реже. Карантин оставил всех по домам. Но прелести живого общения и командный дух нельзя перенести в виртуальный мир. Поэтому, как бы ни сложилась ситуация дальше, нужно наслаждаться тем, что есть. И постепенно менять онлайн на оффлайн, советует организатор интеллектуально-развлекательных мероприятий. Вся прелесть оффлайна в том, что идет все равно живое общение. То есть, как говорил классик, роскошь человеческого общения. Потому что вопрос же не в том, квиз – это не только ответить на вопросы и дать ответов больше, чем соперники. А квиз – это еще и поговорить, перекурить в перерыве, обсудить, а мы этот ответ взяли, а мы этот вопрос не взяли. Владельцы малого бизнеса осторожно строят новые планы и при этом надеются, что второй волны коронавируса и карантина не будет. После ухода в спячку второй раз из берлоги смогут выйти не все. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.